МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасском государственном университете состоялось открытие Республиканского филологического форума. Школьники и студенты познают тонкости культуры речи. Здесь проверяет себя, потому что грамотным сегодня быть престижно и модно. Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Александр Климов. Глава Хакасии примет участие в работе Международного экономического форума, который откроется в Санкт-Петербурге 24 мая. Запланировано подписание трехстороннего соглашения между Минкомсвязи России, правительством Республики и компанией Ростелеком. Речь о реализации двух федеральных проектов. Это подключение к высокоскоростному интернету медучреждений Хакасии и населенных пунктов с численностью до 500 человек. Также в рамках рабочей командировки Виктор Зимин посетит Пискаревское кладбище, где возложат цветы в память о погибших воинах из Хакасии. Запланирована и традиционная встреча со студентами из нашего региона, которые обучаются в Санкт-Петербурге. Гидротехническое сооружение Хакасии готово к очередной волне паводка. Круглосуточно работает диспетчерская служба управления инженерных защит насосной станции в порядке. Из Белого Яра, где ведется укрепление защитной дамбы, Ольга Барловская. Белоярская дамба направляет потоки воды в реки Абакан, чтобы не подмывала берег села Белый Яр. За несколько лет от течения изрядно досталось самой защите. Межведомственная комиссия приняла решение – нужно срочно укреплять. Сегодня на участке около поселка Изыхские копии идут восстановительные работы по верховому откосу дамбы. Работает шесть единиц техники. Возим скальный грунт в объеме 280 кубических метров и завозим песчаногравийную смесь в объеме 250 кубических метров для выравнивания верхового откуса. Нам надо ее поднять, потому что идет подмытие водами тела дамбы. Укрепляемый участок больше километра. Дамба защищает от подтопления Белоярский рыбзавод. Здесь выращивают осетра, мальков и молоди на миллионы рублей. В случае затопления заборной ямы рыба могла погибнуть. Мы очень рады, что ребята начали работать. Необходимость, помимо того, что Белояр топило, а наш завод больше и Беломуяру, и Копи, конечно. То есть дома, дома. Люди подтапливали. С дамбы, я думаю, что все будет теперь в порядке. Работы приветствуют и сельчане. Старожилы помнят поводок 1969 года. Комплекс инженерных защит на реке Абакан – залог спокойной жизни жителей Белого Яра и еще нескольких населенных пунктов. Конечно, защищает. У нас дома повалятся, если дамб не будет. В 60-е годы здесь, вон тех улиц вообще не было, посмыло все. В 70-е годы паровозами вот это все засыпали, и улица продолжилась. Так что это обязательно. Если не будет дамбы, здесь не будет этих улиц, их смоет все. Гидрологическая обстановка в Хакасии на круглосуточном контроле республиканских властей. В марте глава Хакасии проинспектировал поселения Алтайского, Бейского и Аскийского районов, жилые территории которых оказались на пути талой воды. А в апреле лично оценил состояние дамб. Общая протяженность гидротехнических сооружений в регионе – 227 километров. За последние годы вложены сотни миллионов рублей на укрепление дамб. Все они на обслуживание управления инженерных защит. В минувшие выходные вода в реке Абакан снова прибыла. В конце мая ждут очередной волны. Специалисты следят за ситуацией не только в Белом Яре, но и по всей республике. В районах подготовлен аварийный запас грунта. Весь комплекс подготовительных работ по отгоду 2018 года на сегодняшний момент завершен. Работы у нас на сегодняшний день в Белом Яре завершены. И в целом все остальное, весь комплекс гидротехнических сооружений по республике готов к прохождению паводка. В этом году запланированы капремонты каскада прудов в селе Московское у Стебаканского района и дамбы в селе Кубайка Таштыбского района. Работы проведут осенью, когда уровень воды в реке будет самый низкий. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС. Сегодня в столице Хакасии в рейс вышел необычный троллейбус. Его пассажирам рассказывали об истории полиции России, героических поступках силовиков и рассказывали подробности громких преступлений. Абаканцы с интересом слушали экскурсовода и задавали вопросы. Отметим, что необычная акция в столице Хакасии проходит впервые и посвящена 300-летию российской полиции. Экскурс в историю полиции для горожан провела методист музея истории органов внутренних дел Хакасии Нина Капустина. Мы хотим, чтобы все население знали, что скоро будет очень исторически важное событие. Это 300-летний юбилей полиции. И сегодняшняя поездка в этом нарядном троллейбусе унесет нас в далекое прошлое, когда в 1718 году по указу Петра I было образовано первое полицейское управление. Таких поездок у нас не было, таких экскурсий у нас не было. И я надеюсь, что этот нарядный троллейбус еще несколько месяцев будет напоминать жителям нашего города об этом исторически важном событии. Накануне на реке Абакан в районе села Оршаново перевернулся катер, на борту которого находились двое мужчин. По сообщению очевидцев, один из них сумел выбраться на берег, а вот другой не смог справиться с течением. На нем не было спасательного жилета. На место выехали спасательные службы, ведутся поиски пропавшего. Подозреваемый в убийстве 18-летней Ангелины Литвиненко задержан. Таксиста обнаружили сотрудники уголовного розыска в селе Никола Петровка Минусинского района. Прямо сейчас кадры оперативного видео. Новость о пропаже Ангелины Литвиненко по социальным сетям разлетелась 12 мая. Было известно, что девушка отправилась в Краснотуранск к родителям. Но дома так и не появилось. Волонтеры и полиция начали поиски. 13 мая недалеко от поселка в лесном урочище было найдено изуродованное тело Ангелины. Полиция незамедлительно начала поиски водителя такси, который довозил девушку. Десятки сотрудников органов внутренних дел были задействованы в поимке преступника. Силовики опрашивали местных жителей. Кинологи с собаками прочесывали окрестности. В усиленный режим работы были переведены и дорожные инспекторы. Силовики не исключали возможности, что убийца может передвигаться на попутках. В итоге накануне вечером был найден автомобиль, принадлежавший преступнику. Машина была брошена в окрестностях села Новопетровка Минусинского района. Чуть позже неподалеку был найден и сам подозреваемый. 48-летний Николай Лебедев прятался в стоге сена. Мужчину доставили в отдел полиции для допроса. Фамилия, учета, год рождения. Лебедев Николай Викторович, 22-го, 5-го, 70-го года. Он полностью признал свою вину и рассказал, зачем отрезал ей кисти рук. Говорит, хотел таким образом заместить следы. Чуть позже следственные действия продолжились на месте преступления. Известно, что Николай Лебедев ранее уже был судим за убийство. Внимание водителей. На дороге Белый Ярби и Аскиз ведется ремонт дорожного полотна. Организация ДСУ-7 проводит восстановительные работы асфальта на первом километре. Ремонт плановый. Автовладельцев просят отнестись к затруднению движения с пониманием. Ремонт школьных спортзалов в селах Акасия на условиях софинансирования участвует в федеральных проектах «Детский спорт» и «Новая школа». Их курируют специально созданные общественные советы. В Акасии больше 160 школьных спортзалов в сельской местности. Благодаря участию в проекте «Детский спорт» многие из них буквально преобразились, а где-то появились впервые. В Республике Акасия в рамках данного проекта в период 2014 по 2017 годы проведены капитальный ремонт 50 спортивных залов, оснащены оборудованием 78 школ, построено 31 открытое плоскостное сооружение, перепрофилированы аудиторией по спортивным залам в четырех образовательных организациях. В этом году Республика продолжает участие в программе. Заложено свыше 19 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти средства отремонтируют и оснастят еще 8 школьных спортзалов на селе. Соглашения с муниципалитетами уже подписаны, субсидии распределены. Общественный совет рекомендовал Минфину и Минобру Республики предусмотреть дальнейшее софинансирование программы и в 2019 году. Я думаю, это будет программа рассчитана до 2024 года и постепенно мы все залы сельской местности отремонтируем. Другой вопрос, что у нас тоже не в лучшем состоянии есть спортивные залы образовательных организаций и в городских. Поэтому свои предложения от общественных советов, от членов общественного совета поступили. Мы эти предложения направим в Государственную Думу. Второй вопрос – качество и безопасность детского отдыха. С 28 апреля в России вступил в силу закон о детском туризме. И сейчас специалисты Минкультуры Хакасии разрабатывают к летнему отдыху новые положения. Это информирование семей о туристических ресурсах региона и разработка списка рекомендуемых детских турмаршрутов. Как для самостоятельного отдыха людей, так и организованных групп. Ольга Барловская, РТС. Герои социалистического труда. 86 человек из Хакасии. Увековечить их имена решила член Президиума регионального совета ветеранов Мелентинам Заракова. Долгое время энтузиастка по крупицам собирала сведения о земляках, награжденных золотой звездой. Затем у нее появились помощники. И сегодня состоялась презентация книги «Трудовая доблесть Хакасии». Сегодня в Хакасии из живых героев соцтруда не осталось почти никого. Но есть архивная информация, которую Мелентина Федоровна несколько лет собирала по крупицам. Заручившись поддержкой республиканского правительства, сначала активистка оформила накопленный материал в презентацию с фотоснимками и биографиями. Еще пару лет кропотливой работы и свет увидела книга. Сегодня мы гордимся этим перемещанием, которое мы сделали в Хакасии. По сравнению с тем, что сделал в двух поколениях, наверное, это просто кровь. Презентация честная. Это просто кровь из той республики, которая была, прежде всего, наверное, в меру сельскохозяйственной, она стала за короткий срок одним из самых знаковых регионов. Это все о героях. Это пример нашему поколению молодому. Пример всем будущим, как люди жили, как они работали, как они отдавали себе родину. Я думаю, это книги бесценные. В книгу вошли 86 человек, удостоившихся высокого звания. Ткачихи, чабаны, доярки, шахтеры, строители. Сегодня на презентацию в Республиканский музейно-культурный центр приехали дочери и сыновья героев соцтруда. Среди них Василий Алиев. Живет и трудится в Саиногорске. Больше 30 лет назад начинал простым рабочим на Саянском раморном заводе. Вырос до замгенерального директора. Говорит, упорство и трудолюбие от отца, который строил Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС. Получил золотую звезду героя соцтруда. Хотел выразить слова благодарности власти нашей республики, организаторам этого мероприятия, за то, что не забывается труд наших родителей. Из Московской области на презентацию приехала дочка героя соцтруда Карла Шмидта Вильма Карловна. Мы здесь выжили. Мы здесь, внуки родились уже здесь. Родители, папа. Каждый год, мы каждый год бываем здесь, потому что здесь живут наши родственники. И, бывая в Хакасии, мы видим, какие же здесь большие изменения по строительству. За вклад и активное участие в создании книги «Трудовая доблесть Хакасии» наградили сегодня и журналистов телекомпании РТС. Но первый том – лишь часть успешно выполненных планов Совета ветеранов Хакасии. Я считаю, что в этом здании, в самом лучшем помещении, в самом центре, должен быть торжественный зал, посвященный героям, военным героям труда нашей Хакасии. Глава республики предложение одобрил. Подготовка начнется в ближайшее время. Татьяна Лукут, Дмитрий Щеглов, РТС. Новая жилплощадь – главная мечта многих семей. В Хакасии на 80% вырос объем ипотечного кредитования. Связано это с падением стоимости жилья и процентной ставкой по ипотеке. Как сообщает Центробанк, сейчас в среднем она составляет 9,6%. Жители Хакасии только за период с января по март текущего года взяли 1,5 млрд ипотечных кредитов. Реабилитация детей-инвалидов. Этот вопрос станет основным на круглом столе, который на днях организует для родителей Республиканское общество слепых. Соцработники и психологи подскажут, как лучше адаптироваться в социуме. О возможностях, созданных для инвалидов за неполные 10 лет в рубрике «Хакасия. Новейшая история». Здесь больше нет узких дверных проемов и оконных сквозняков, как в первом десятилетии нового века. Сегодня о Белоярскую школу-интернат не узнать. Здесь учатся 110 воспитанников с нарушением интеллекта. Чтобы создать для них особые условия региональной власти, выделили средства на реконструкцию нового оборудования. Большую роль играет, естественно, поддержка главы Республики Виктора Зимина. И мы очень благодарны, потому что мы можем свою работу выполнять более качественно, добросовестно и получать отдачу. Наши дети вырастут хорошими людьми. Республиканская программа «Доступная среда» давно доказала свою эффективность. К примеру, проект «Социальное такси». У инвалидов в «Хакасии» появилась возможность без особых проблем передвигаться на большие расстояния. Для меня, лично для меня, социальное такси – это просто свобода. Чувствовала себя прям запертой в четырех стенах. Хотя я человек активный по жизни. По деньгам – это, конечно, огромная экономия для моего бюджета. Но заказная машина выручить не всегда, особенно когда на счету каждая минута. Долгое время местное общество слепых мечтало о собственном автомобиле. В том числе и для организационных целей. Осуществить эти планы помог руководитель Республики, поручивший приобрести для регионального отделения комфортабельную иномарку. «Мы мечтали об этом, наверное, лет пять. Очень много людей, которым нужно приехать, поговорить, решить проблемы. Вот мамы с детьми не берут же транспорт детей-инвалидов и на больницу приехать сюда с районов и так далее. Очень трудно. Многие вопросы с ними, многие. Они поддерживают финансово. Поддержка – это существенная в нашей организации. Виктор Михайлович еще даже в день белой трости потом собирал у себя. То есть у нас хорошие деловые взаимоотношения». По программе «Доступная среда» инвалидам-колясочникам начали выделять деньги, устанавливать пандусы. «Когда он будет, будет гораздо все удобнее. Раньше я просил кого-то со стороны снести коляску, потом снова ее выкатить». Не остались без внимания инвалиды-спортсмены. Специальные условия создали в бассейнах Аскиза и Абакана. Оборудовали зал для теннисистов-паралимпийцев. «Такого, как у нас, сейчас нынешний зал, который открыли, у нас, наверное, самый лучший по Сибирскому федеральному округу. Вот для инвалидов именно, кто играет. «Доступная среда для инвалидов, допустим, туалеты, душевые кабины, столы новые абсолютно стоят, полы, ровные полы. Мы в предыдущем зале занимались, там полы дочатые, но не очень ровные, и не сильно удобно на коляске». Инвалидам, по слуху, и колясочникам стали доступны водительские курсы. В автошколах появились переводчики-сурдологи и техника наручном управлении. В «Обществе слепых» открыли кабинет здоровья и библиотеку. «Доступная среда – это не только какие-то материальные улучшения, но и отношения людей к нам. То есть, во-первых, сами люди стали относиться более терпимо, скажем так, более дружелюбно. Во-вторых, передвижение по улицам стало проще. Все-таки появились нормальные дороги, нормальные бордюры». «Да, хорошо, вот это, но, конечно, охота больше. Охота также реально, правильно себя чувствовать полноценным членом общества. Хотя мы и считаемся полноценными». Очередная встреча членов общества с психологами и родителями детей-инвалидов состоится на этой неделе. Тема круглого стола – реабилитация и возможности социальной адаптации. Реконструкция Абаканского виадуга и расширение улицы Мира сегодня обсудили на публичных слушаниях. Проект многомиллионный и требует немало хлопот. Сносу подлежат десятки объектов, в том числе частные жилые дома. «Улица Мира – одна из самых оживленных в столицах Акасии. Магистраль соединяет западную часть Абакана с пригородом. Попав на эту улицу, к примеру, утром рискуешь опоздать на работу. В часы пик здесь образуется километровая пробка». А если еще и авария, они здесь случаются часто. Попасть в центр Абакана или выехать из города весьма затруднительно. При этом от постоянных пробок и большого потока машин страдают и водители, и пешеходы. «Машин много, машин много. И постоянно вот на этом перекрестке аварий. Постоянно. Вот этот перекресток аварийный». «Конечно, сильно большой поток машин. Очень большой поток машин. Конечно, то, что движение большое, тяжело через Авиадук переехать, особенно в зимнее время, когда скользко». Вопрос о необходимости расширить улицу Мира был поднят в конце прошлого года на Совете развития. Проект представили главе Акасии и назвали сумму затрат – порядка 350 миллионов рублей. Сюда входит не только расширение проезжей части, но и реконструкция Абаканского Авиадука. «Пассажирский транспорт, автомобильное движение будет пользоваться объездной довольной крайне неподолго. Поэтому устроить нужно будет быстро, а значит диноксировать, регулярно и в полном объеме. В городе, конечно, справиться с такой финансовой задачей сложно. Поэтому мы просим этот проект считать приоритетным». «Принимается предложение, по-русски звучит 50 на 50. Давайте так, правительству, включить в бюджет 2019-2020 года 170 миллионов из республиканского бюджета. Поздравляем вас с этим проектом. Кто за?» Больше 600 метров проезжей части расширят до шести полос. Для этого придется снести 26 объектов. Это несколько капитальных гаражей и жилые дома по четной стороне улицы. Семьи, проживающие там, будут переселены, а земли изъяты для муниципальных нужд. Но прежде чем приступить к этой работе, проект обсудили на публичных слушаниях. «Пройдена государственная экспертиза на данный проект. И теперь вот как раз начинается тот этап подготовительный, подготовить территорию для реализации вот этой реконструкции. В соответствии с действующим законодательством у нас есть определенные требования, чтобы проект планировки территории был актуальный. И утверждение его было не позднее трех лет с момента принятия решения». Абаканцы, чьи дома попадают под снос, на публичных слушаниях так и не появились. Голосование прошло в узком кругу. В итоге единогласное за реализацию проекта. Теперь городские чиновники приступят к изъятию земель. Специалисты не исключают и судебные разбирательства. А того, насколько затянется эта процедура и зависит начало дорожных работ. Ольга Камзылакова, Павел Коржов, РТС. «Великий и могучий» в Хакайском государственном университете имени Катанова состоялось открытие Республиканского филологического форума. Как школьники и студенты познают тонкости культуры речи, увидела Полина Назарова. «Вот та самая азбука, те самые слова, которые были созданы Великим Кириллом и Мефодием». На протяжении 17 лет праздник русского языка успешно шествует по Хакасии. А с 2013 года ему присвоен статус Республиканского форума. События ежегодные и масштабные. Само мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности. «Теперь это и школьники, и учителя, и студенты, и преподаватели, и даже все те, кто ходят по улицам и хочет поговорить с филологами о филологическом. Каждый здесь проверяет себя, потому что грамотным сегодня быть престижно и модно». Форум проводится полторы недели. По словам организаторов, специалистов ЭГУ, Миннацполитики и Минобразования зарегистрировалось около 500 человек. Каждый день новые испытания. Тут и диктанты, и круглые столы, научные конференции, конкурс ораторов, юных журналистов и многое другое. «Очень интересно рассказывали. Я люблю русский язык. Всегда участвовала в олимпиадах, во всех конференциях, прочих. Просто всегда нравилось. Услышала, что будет такой конкурс, решила прийти». «На самом деле мне очень интересна русская культура, русский язык, и я просто хотела проверить себя, свои знания». Итоги форума подойдут 23 мая. Самые активные участники будут награждены ценными призами, грамотами, а старшеклассники получат 4 дополнительных балла к результатам ЕГЭ при поступлении в ХГУ. Полина Назарова, Антон Михайлов, РТС. О событиях в республике можно узнать и в интернете на сайте tvrts.ru, а также на сайте газеты Хакасия, газета19.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»